Новогодние рождественские праздники, время волшебства и сказок. Именно поэтому сочельник юные посетители парка культуры, спорта и отдыха провели в компании Мюнхгаузена. Первая встреча с литературным персонажем состоялась год назад, но настолько запомнилась девчонкам и мальчишкам, что они требовали повторения. Тогда барон обещал вернуться и сдержал свое слово. Сегодня приглашены посетители нашего парка, и любой человек с ребенком, неважно, кто взрослый, маленький, мог прийти и записаться. У нас заранее была сделана запись, все люди сегодня записались и пришли на наш спектакль. Главную роль в необычном интерактивном спектакле сыграл Денис Сысоев, он же создатель декораций, которые в перерывах между представлениями хранятся у него дома. Артист – отец четверых детей, поэтому отлично знает, как сделать так, чтобы малыши не заскучали. Мюнхгаузен – счастливый человек, правдивее Мюнхгаузена в этом мире нет. А теперь самое главное – припев. Надо посмеяться. Кто умеет смеяться? Прекрасно! И хотя персонаж в спектакле всего один, на импровизированной сцене барон Мюнхгаузен не чувствовал себя одиноким, петь гимн, поднимать флаг, бороться со злым волком ему помогали зрители. Хотелось, чтобы люди участвовали. Ну, то есть, это, конечно, иногда похоже на какую-то анимацию, но хотелось бы, чтобы это был принцип анимации, когда люди участвуют, перешел в спектакль. Чтобы это как-то, ну, вот, не знаю, получается, иногда, иногда не получается. Очень многое зависит от зрителей. На этот раз с публикой артисту повезло. Девчонки и мальчишки с радостью принимали участие в спектакле и остались более чем довольны представлением. Мне очень понравилось. Что понравилось больше? Ну, когда он в окно выпрыгнул и залез в окно в самом начале. Понравилось крышу рисовать. Понравилось. Что больше всего понравилось? А? Когда Мюнхгаузен вытаскивал себя за волосы из болота. Все приключения рано или поздно заканчиваются, прощаясь, сказал зрителям барон Мюнхгаузен, и исчез так же внезапно, как и появился. Прощайте! А чтобы юным посетителям парка не было грустно из-за расставания с полюбившимся героем, организаторы встречи приготовили сладкое утешение. И пряники. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.